Аааа, походу подействовал укол. Мгновенный результат. Хорошая значит вакцина. Можно приступать к второму этапу лечения. Может я зря доверилась медсестре. И сейчас Анатолику не лучше сделает, а хуже. Блин, в последнее время никому нельзя доверять. Кстати, ребята, вы наверное все уже слышали новость о том, что Ютуб могут отключить. И чтобы нас не потерять, подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Ссылочка будет в описании. Медсестра, мне кажется я не чувствую ни одной из своих конечностей. Что за лекарства вы мне колите? Так это замечательно. Именно этого эффекта мы и ждали. Теперь можно приступить ко второму этапу лечения. А может все-таки обойдемся без второго этапа лечения? В вашем организме очень много микробов и его необходимо очистить. Только попробуйте, вам придется за это потом ответить. Не переживайте, я за каждого своего клиента отвечаю. И между прочим потом еще спасибо скажете. Да не дождете, чтобы я вам за ваши клизмы и капельницы еще спасибо говорил. После укола, который вас обездвижил, вы практически ничего не почувствуете. Только облегчение в организме. Так что буквально чуть-чуточку вам потерпеть. Я и с вами, и с Леночкой разберусь. Вы у меня еще ответите за каждую потерянную мою нервную клетку. Сейчас мы выведем все ваши вредные шлаки и все плохие нервные клетки. Чуть-чуть только потерпеть необходимо, и все будет в порядке с вами. Самое ужасное, что может быть, это клизма. Даже уколы не такие противные. Не волнуйтесь, я почти закончила. Все сделали, до свидания, больше в ваших услугах не нуждаюсь. Мы только начали второй этап лечения. Это профилактическая клизма. А сейчас мы пойдем приготовим раствор для нормальной большой клизмы, которая полностью очистит ваш организм. Что вы такое говорите? Две клизмы никогда в жизни никому не ставили. У вас особая форма заболевания, поэтому вам необходимо индивидуальное лечение. Я пошла готовить раствор, а вы пока готовьтесь. Ну, эта медсестра вообще обнаглела. Только приду в себя, и она у меня реально отхватит. Ребята, если вы так тоже считаете, ставьте лайк под этим видео. Знаете, мне нужна немножко ваша помощь. Да, я готова. Как там Толик? Мы начали второй этап лечения. Первую клизму он уже получил, дальше идет следующая. А это обязательно вторая клизма? Естественно. В его организме столько бактерий, что их надо все вывести. Так чего вы ее не ставите? Для того, чтобы поставить вторую клизму, нам необходимо приготовить раствор. А что для этого надо? Необходимо сода, марганцовка и еще кое-какие ингредиенты. Но я думаю, дома у вас найдется все. Да-да, конечно, сейчас все дам. Главное, чтобы Толику полегчало. Ой, как же живот закрутило. Не могу уже терпеть. Наливаем чистую фильтрованную воду. Я думаю, достаточно. Добавляем марганцовку. Пожалуй, достаточно. Сейчас добавим витаминку С, чтобы наилучшим образом очистился организм. Оп, оп. Я думаю, две капельки вполне хватит для нашего раствора. Ну и самое главное, эффективное, это сода. И наша смесь для клизм готова. О, как шипит. Как надо. Значит, она будет максимально эффективна. И теперь это все тщательно надо перемешать. И дальше залить в специальную огромную клизму, в которую потом мы вставим провод и вставим ее в Толика. Ну все, раствор для клизмы и сама клизма готова. Первый раз вижу такую огромную клизму. И чтоб для нее готовили так раствор. В медицине есть много различных методов. Главное, чтобы они были эффективны и помогали нашим больным стать здоровыми. Да, конечно. Главное, чтобы Толику не во вред была эта клизма. Ну что, больной, ваши булочки готовы получить очередную огромную клизму? Медсестра, может не стоят клизмы? А то у меня уже первая наружу просится. Это очищающий раствор. Данную клизму надо ставить незамедлительно после первой. Ну, Леночка, у меня еще отгребет за это. Небось помогала раствор делать для клизмы. Не волнуйтесь, я постараюсь вам ее поставить безболезненно. Итак, вставляем шнур. У нас все готово. Ну что ж, приступим. Аккуратнее с моими булочками. Я и так максимально аккуратно. Раствор пошел. Ого, пекучая зараза. Терпите, идет вроде бы быстро. А нельзя быстрее как-нибудь, я уже не могу терпеть. А не надо было соглашаться сразу на три укола. Их надо было делать постепенно и по одному. Так это не я, это Леночка. И поставила сразу три. А я не соглашался ни на один. Но это потом вы уже с ней сами разберетесь. Выключайте быстрее. Мне срочно нужно в туалет. Потерпите. Еще минут десять и раствор закончится. Да моя опа не выдержит столько. Прошу вас, выключайте. Так что вы пока лежите, а я пойду за это время чайку попью. Стойте. Куда вы? Живот как закрутило. Толик, как ты тут? Может, простишь меня? Я тебя прощу. Только после пяти уколов, трех клизм и еще одной огромной клизмы. А что, по-другому никак не простишь? Нет, только так. Ребята, если полностью со мной согласны, ставьте лайк. Ой, как же живот закрутило из-за тебя, Леночка. Да, походу мне не повезло. Но может, немножко времени пройдет и Толик отпустит. Кажется, я как раз вовремя. Раствор в пизне закончился. Ну, пожалуй, можно доставать. Да я уже двигаться не могу. Мне кажется, сейчас все выйдет наружу. Мне срочно нужно в туалет. Ну вот, самое время опустошить кишечник. Ну, Леночка, ты ответишь за это? Я волнуюсь. Толик там в туалете уже очень долго. Сейчас у Толика кишечник очистится и поставим ему капельницу. Еще и капельницу. Так его же организм обезвожен. Обезвоживание наступило после клизмы. Толик в туалете уже больше часа. Это нормально после двух клизм. Что? Ребята, мне послышалось, или они про капельницу говорят? Ладно, буду что-нибудь думать. Главное, чтобы подлегчало. А вы не забывайте подписываться на наш новый канал в Яндекс.Зене. Ссылочка будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...